Всем привет! С вами Лилия Донскова. Сегодня у нас обзор кистей для макияжа. Я сейчас покажу свои все кисти и покажу свои любимые, которые у меня постоянно идут в использовании. У меня вот такой большой набор, только две кисточки не нашла. Не знаю, может быть в стирке они у меня лежат. Есть отдельно вот такие кисти. Вот это узнаваемая коллекция. Сейчас идет она как раз в серии профессиональной для макияжа с желтыми такими держателями. Мне очень нравится, красиво. И еще у меня кисти есть. Вот тут много-много-много кистей разных. А вот, кстати, нашла еще одну кисть. Одной теперь не хватает. Одной. Отлично. Итак, чем я в основном пользуюсь? То есть обязательно должна быть кисть для праймера отдельная. Вот я пользуюсь вот этой кистью. Она очень классная. Посмотрите, такая мягкая, эластичная, приятно распределяет праймер по лицу. Следующая, я наношу тон. И для тона я всегда использую такую кисть. Вот эта. И мне очень нравится кисть из серии Giordani Gold. Вот она тоже такая вот. Давно я не пользовалась. Она у меня что-то сприсалась. Даже стерта до дыр. Потому что я ей очень много-много пользовалась. Кисть потрясающая, удобная. Ее можно купить. Потому что этот набор приходил мне в подарок. За 1 рубль, по-моему, всего. Ну вот имейте в виду, для нанесения тона нужна вот такая вот пухленькая, набивная кисть. И при этом она очень мягкая и короткий ворс. Бесподобно, классно распределяется тон. Легко моется. Мою я кисти часто. Хотя бы раз в неделю обязательно кисти промываю. После того, как нанесен тон, я работаю с корректором. И для корректора нужна вот такая упругая кисточка. То есть она вот прям пружинистая, маленькая, чтобы подлезть в любые самые труднодоступные местечки. Там вокруг глаз, чтобы убрать носогубные складочки вокруг носа. То есть вот эта кисть у меня для корректора идет. Следующее, чем я пользуюсь, это, конечно, для теней и стрелок. Сейчас покажу. Кстати, вот для теней у меня идут кисти в основном, именно из основной коллекции, которую можно выписать. Вот две кисти обязательно возьмите себе такие двухсторонние. Вот этой стороной можно использовать как раз вот для корректора. Я ей тоже иногда пользуюсь. Видите, здесь остатки корректора. А эта сторона, она тоже предназначена не для теней, но я использую именно для теней, когда нужно прорисовать тонкие такие намеки, стрелку тенями вывести. Вот такие вот очень удобные, маленькие, узенькие, плоские и упругие кисти. Две, потому что одна для темных оттенков, другая для светлых. И они вот чуть-чуть разные, поэтому я их легко отличаю. Получил, что у этой ворс покороче, а у этой подлиннее. Вот это у меня для светлых. Далее две пушистенькие кисточки. Тоже, потому что цвета использую разные. Одно я тушую, например, тени основу жидкие, а другой я уже наношу вот такой пушистенькой кисточкой сухие тени поверх. Ими очень удобно растушевать. То есть макияж очень важный, должен быть растушеванный. Также я могу использовать вот такие кисточки из основной коллекции. Беру вот пушистенькая. Вот эта мне очень нравится, пушулечка такая. Вот эта прикольная кисть, когда уже нужно прям завершать макияж и растушевывать до конца все тени, чтобы они лежали таким идеальным, как полотном. Шикарная кисть для подводки. Вот она у меня немножко немытая. Последний раз красила, забыла помыть. Очень удобен. Вот изгиб, вот такой маленький залом. Бесподобно удобно. Просто. Я оценила эту кисточку. Долго ее не решалась брать. Думаю, ну какая-то ерунда, зачем она нужна. Но взяв ее, я поняла, что кисть нужная, классная. Я ее часто пользуюсь. Далее кисть обязательно должна быть такая скошенная для прокрашивания бровей. Упругая, тонкая, скошенная кисточка. Очень классная, на длинной ручке. Прямо великолепная кисть. Вы тоже можете ее выписать из основного каталога. Она сейчас есть. Следующая кисть, которая необходима. Это щеточка для бровей, для расчесывания ресничек, расчесочка. Классная такая щеточка. Но еще чаще, забыла показать, еще есть у меня такой наборчик. Он был какой-то подарочный там или под заказ. Чаще всего я еще пользуюсь такой щеточкой. Здесь один держатель и очень-очень много насадок. То есть их можно взять. То есть для губ я отсюда пользуюсь кистями. Мне не очень нравятся эти все подушечки. Я им не пользуюсь такими валиками. А вот именно кисти, ими очень удобно красить. И тени, и губы, и все прочее. А вот эта кисть, чем хороша, то что ей можно прочесать реснички. И если нужно, брови тоже ей причесывать. Прямо удобно, прикольно. Итак, подведем итог. Что же у нас получается? Что огромное количество кистей, в принципе, не нужно. А, вот, кстати, для губ. Вот эта кисточка тоже для губ великолепная. Видите, она маленькая, упругая и очень хорошо прокрашивает по контуру губы. Классно просто ложится. Поэтому такая кисть тоже нужна. То есть по большому счету нужна небольшая коллекция кистей, но они должны быть удобные. Почему у меня их так много? Ну, во-первых, они выходят какие-то из строя. Какие-то становятся ненужные. А, кстати, вот еще не показала. Для пудры кисть. Для пудры. Вот эту кисть очень люблю. И кисть для румян. Вот она, пушистая кисть. Иногда я ей тоже пудру наношу. Но вот румяна именно удобно, потому что она скошенная. То есть любая скошенная кисть, она будет удобна для румян. Почему так их много? Потому что какие-то нужно постирать. Какие-то, бывает, уже вышли из строя. Или берут другую кисть и понимают, что она просто великолепная. И только ей хочется пользоваться. Итак, смотрите, для губ. Раз, кисть. Для корректора. Я вот так их буду вынимать, которыми чаще всего пользуюсь. Обязательно для праймера. Кисть. Ну, вот этой тоже иногда пользуюсь. Ну, не очень часто. Тоже ее можно для тональной основы использовать. То есть для праймера. Для румян. Для тонального средства. Для пудры. И вот такой вот набор кистей для теней, бровей, подводки и расчесывания. То есть, в принципе, вот вам нужна вот такая коллекция кисточек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать кистей получается. Ну, вот эти дублируются, потому что цвета. Цвета могут быть разные, чтобы не смешивались. И у вас будет полный набор. Все необходимое для того, чтобы сделать классный, потрясающий макияж. Ну, а там уже по желанию можно подкупать себе еще больше кистей. Как вот я, например, да. Ну, честно говоря, вот некоторые, они мне вообще не нужны кисти. Не понимаю, зачем они нужны. Но, может быть, когда-нибудь пригодятся. Вот. Так что подбирайте себе коллекцию кисточек, чтобы они были удобные, классные. Делайте себе красивые, легкие макияжики, привлекающие, подчеркивающие вашу красоту. И оставайтесь со мной на моем канале. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пишите вопросы, комментарии. До новых встреч. Пока-пока.